За плечами Дениса Золотарева 8-летний педагогический стаж. В школе он не только учитель физкультуры, но и наставник в кадетских классах. В профессиональном конкурсе участвует впервые. Говорит, хочет повысить мотивацию своих учеников к занятию спортом. Для этого есть много мотивирующих факторов. Это и разговор учителя, и какие-то поощрения. И также могут быть видеоролики мотивационные, например, победы наших российских спортсменов на Олимпийских играх. Мои выпускники по окончании школы поступают в военные училища, где им этот спорт очень пригождается. Сегодня педагоги начали проводить открытые уроки в незнакомых классах. В этом году региональному конкурсу «Учитель года» исполняется 30 лет. Это в первую очередь способ выявить и поддержать авторов собственных методик. Благодаря обмену опытом повышается и качество обучения. Лучшие практики внедряются в систему образования. В этом году на региональный этап вышло 20 педагогов Самарской области. За все это время Самарская область не раз представляла достаточно яркие уроки, яркие профессиональные какие-то вещи на всероссийском этапе. Учителя подготовлены к федеральному этапу и результативность Самарской области, участие Самарской области во всероссийском конкурсе «Учитель года России» достаточно высокое. Пятерку финалистов областного этапа определят 14 сентября. Ежегодно в конкурсе принимает участие более 800 учителей со всего региона. Большое внимание подготовке и повышению профессионального мастерства педагогов уделяется и в рамках национального проекта образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. До 2022 года в Самарской области будут созданы два центра непрерывного повышения профмастерства. Мэриил Чан, Николай Сидоров, События.